здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на обзоре фидера фотон про последний рестайлинг в принципе фидера вышли достаточно давно уже несколько лет на рынке но вопросов по немного они приходят мне в соцсети поэтому сначала я отвечал статами теперь решил все-таки снять дополнительный видео обзор по так называемым прошком то бишь фадоном про и чуть подробнее рассказать в чем же изменения произошли от предыдущих моделей довод последний сегодняшний рестайлинговый потому что рестайлинга в этих фидерах было достаточно много вот последний рестайлинг это мой предпоследний тоже автор его ваш покорный слуга и я хочу объяснить почему и для чего я его сделал ну давайте по порядку отличие предыдущей модели от последней это первое это самое главное единственное практически ясно полагающее это дизайн был изменен материал в на фор и гриппе вот на этой гайке до рестайлинга здесь была его его против его замыливалась здесь потому что рукой постоянно трогаешь и были у нас случае небольшие нос как небольшие в плане их было немного там ну буквально два-три наверно случай когда человек перетягивал и вот здесь вот она надрывалась немного поэтому я решил поставить сюда материал максимально прочный не впитывающий влагу которая будет годами держаться ничего с ним не произойдет это вот такой материал так называемый раббор фактически это пробка с резиной плотно сжатая и по отзывам многолетним на каких-то моделях что она стоит и такой материал он не требует никаких к себе ну никакого практически ухода вот единственный его минус это вес поэтому отвечу сразу на вопрос он единственный в общем-то из как бы такой основополагающий на 90 процентов почему ко мне да почему изменился вес в большую сторону я отвечаю вес изменился только из этого материала то есть сюда добавилось первое это вот такая декоративная гильза желтенькая это первое то есть она весь там порядка 10-15 грамм дальше добавилось материал раббора резина как вы понимаете она тяжелая вот в эту гайку дальше раббор у нас добавился в нижнюю часть для того чтобы рыболов кладет на какие-то стойки на землю и так далее рукой держится то есть здесь ничего не впитывается воды не истирается и он опять же надежно но он добавляет опять же вес дальше стала декоративная такая типа каучковой плотная резина вставка имиджевая сабония вот в общем то и все то есть если мы допустим возьмем фотон про там 390 до 90 или любой другой снимем комль и взвесим отдельно второе колено куда вставляется вершинка третье колено то они будут абсолютно одинаковые по весу то есть у нас изменился вес только в комле последней серии до фидоров стали поступать отзывы позитивные то есть человек люди пишут о том что вроде как я рискнул вес фидоров увеличился я рискнул но купил и вот в общем то прекрасно ловлю вес особо не ощущаю вроде так без катушки в руки взял в сравнении с предыдущей модели это чуть потяжелее немножечко но когда поставил катушкой в процессе ловли наоборот руки не устают это как раз вот что называется здесь в дело вступает элементарная физика рычаг у нас становится меньше вес тел вес масса приближается кисти основная да баланс приближается кисти ну и соответственно ловить нам легче потому что когда мы ставим катушку мы что же имеем комит тяжелее чем вверх поэтому чем меньше рычаг тем легче мы держим руках и ловим дальше по рукояти еще что изменилось небольшое утончение я вот близко покажу потом небольшое утончение в средней части ну такая юг получилась талия такая скажем так и перейдем к бланку по бланку произошли всего два изменения это я поставил противозахлестное нижнее кольцо на каких-то моделях на хэвиках экстра хэвиках и последних два трехлапые противозахлестные надежные кольца и второе изменение это я добавил лишнее лишнее усиление обмотка припрыга вот на эту части на второе колено потому что у каждого фидера слабое звено как правило это вот это место при нагрузке то что первое сломается если будет зацеп либо ошибка человека который бросает до зацеп сзади то есть понятно что комель скорее всего не переломится там том вон толстый да а слом будет именно здесь здесь установлена теперь дополнительная защита дополнительная обмотка припрыга которая под нагрузкой под нашими тестами на заводах она позволяет рыболову более спокойно ловить не переживать за то что в случае ошибки фидер сломается и фидер не простит ему ошибку вот в общем-то по бланку и все изменения строй фидеров предыдущей серии и пред предыдущей даже модели абсолютно остался тем же здесь стоит 46 уголь 46 тонн карбон это практически верх это один из самых дорогих материалов соответственно во всей серии сенсорика на самом высшем в самом высоком уровне бросковые качества тонкий бланк с лимбланк и так далее то есть все характеристики что присущи дорогим фидерам в комплекте всегда идут ко всем фидерам 4 вершинки как правило это карбон в пикерах есть одна вершиночка стекло и здесь я хотел остановиться еще на вершинках опять же я много писал об этом но задают опять же вопросы у нас каждому фидеру идут штатные вершинки это нечто среднее между надежностью и чувствительностью но все рыболовы разные все бросают по-разному и кто-то переходит на прошки допустим с каких-то фидеров фидеров более дешевых бюджетных которые у которых были жесткие мощные вершинки и люди привыкли именно ими там грубо говоря там покосить траву рядом с местом там поприбивать да и этим же фидером ловить и ничего с ними не бывало а когда они берут в руки в такого класса высокого палку то вершинки естественно таких вот неосторожных действий они ломаются вот для таких людей мы выпустили усиленные вершинки то есть что такое усиленные это не обрезанная штатная вершинка это и иная вершинка по-иному выполнена технологически верхней части с изменением карты колец на ней то есть по длине она будет короче чем штатная второй еще третий вариант вершины которые мы сделали это спортивные эти вершинки были сделаны по просьбе спортсменов ко мне которые используют фотоны про на соревнованиях они тоже короче они по длине соответствует усиленным но также за счет изменения технологии производства верхней части они здесь тоньше и они еще чувствительные штатных расцветки как усиленных вершинок так у спортивных только красный то есть на штатных вершинках у нас вот рассветочка две желтые с красным на тех вариантах это только красный и вот в том году скажем так я сделал еще один вариант вершинок то есть скорее всего мы снимем производства усиленные и спортивные и у нас будут либо штатные вот эти золотая середина так называемый потому что по отзывам в общем-то 80 процентов склоняются именно к ним то есть вот то что идет к вершинке в комплекте к фидеру они же есть самые оптимальные но тем не менее я выписал выпустил вершинки в том году так называемый v5 с такой аббревиатурой которые короче штатных и жестче то есть я не назову их усиленными потому что они по жесткости они чуть жестче штатных немного это вот если для ориентира кто знает фидера это ориентир там фидера шимана допустим то есть по большому счету они очень похожи вот по тестам вот но тем не менее прошки вот штатные вершиночки они остались прошком такие как были в комплекте они такие и с моей точки зрения и с точки зрения подавляющего большинства рыболов это золотая середина которая устраивает практически всех поэтому у вас есть всегда выбор вы можете приобретая фидер в этом про попросить мульти фиш у меня в магазине поменять какую-то вершинку на v5 да либо там усиленную спортивную катет пока они еще остаются в продаже и вот еще один такой важный момент который говорит о качество производства качестве фидеров если мы снимаем такую верхнюю гайку форогрит так называемые вот эта часть щель между бланком и гильзы катушка держателя должна быть закрыта что туда не попадала влага не разбухала потому что там клей и тому подобное ну и давайте попробуем поставить катушку то есть эта катушка 5500 от карпро но сюда и 6000 как говорил влезают вот как вы смотрите никаких вопросов не возникает у катушка держателя вот она затягивается плотно то есть это 5500 соответственно как я еще раз повторюсь 6000 некоторые модели семитысячники кому нравится так ловить сюда влезает давайте друзья их понагружаем немножечко здесь у нас не вся серия потому что на улице зима и мы так спонтанно снимаем этот ролик то здесь пары тройка моделька не хватает значит у нас в руках 270 до 50 строй прогрессивный противозахлёстное нижнее кольцо как вы видите вот смотрите небольшая нагрузка вот я увеличиваю нагрузку и вот он идет работа уже от бланка от комля смотрите специально стараюсь на камеру показать то есть это именно прогрессивный правильный прогрессивный строй slim бланк с противозахлёстным кольцом одна из самых подаваемых скажем так моделей на сегодняшний день он легкий в руках как пушинку то все практически не чувствую одна из самых популярных модель дальше у нас идет моделька 300 до 60 это модель такой light medium класса тоже прогрессивного строя с хорошей расстановкой колец карты колец что значит расстановка хороший колец и значит туда можно поставить первое она не любую катушку практически до 6000 размера это первый момент второй момент кольца распределены так что они не портят строй и сохраняют это относится и сохраняют как правильную работу бланку на бланка на вываживание и на забросе но вот такая карта колец мы над ней работали достаточно долго с технологами крупнейших заводов крупнейших двух заводов и у нас получилось ну как мы считаем просто идеально золотая середина это касается всей серии фотонов про но смотрите нагружаем здесь вот еще сильнее я там достаточно сильно долю вверх подымаю так следующая моделька это у нас 300 до 360 80 здесь строить чуть-чуть побыстрее но тоже его можно назвать прогрессивным как вы видите вот верхняя часть бланка на работа и так же а вот чуть нижние да она уже хочет чтобы ее загрузили посильнее константин михайлович посильнее туда прямо до пола да а я вот так вот видите вот я загружаю то есть это мы имитируем фактически заброс там 100 граммовый 80 граммовый кормушку вот уже бланк весь включился он уже бросится сам сам полностью за вас вам и надо только придать ускорение и полетит все просто замечательно так 390 до 90 одна из самых тоже популярнейших моделей могу сказать что у меня тоже потому что у меня в процессе 70 процентов рыбалок проходит с этим фидером и это он закрывает все водохранилище озера вот на реки с среднем до среднего течения даже немного с быстрым течением то есть этот фидорочек настолько удачно получился что его при необходимости можно грузить даже больше допустим я ловлю на канале смотрите я ловлю на канале и там перед включает течение шлюзы когда открываются и бывает там ловишь на 40 грамм на 50 грамм кормушку то а потом включает шлюз да и там 70 80 надо ставить то есть он прекрасно держит такой вес даже до 90 грамм кормушка с кормом то на расстоянии 20-40 метров но 30-40 30-50 метров заброс вот а так для водохранилищ для рек средних рек да да и в принципе на крупных рек на волгу на у нас люди часто берут его они используют его с кормушками 60 80 грамм с дальностью заброса под 70 метров то есть никаких вопросов фидер не доставляет прекрасно работает для меня это одна из лучших моделей вообще на рынке россии так теперь последние две модельки вот это у нас будет 300 90 до 110 это модель последняя которая вышла из двух хэвиков тира экстра хэвиков это я сделал их для реки то есть это модельки в основном рассчитаны для реки но вот 110 за счет своего строя он может позволяет работать еще на стоячих водоемах допустим человек хочет хороший сухидар максимуму действительно топ сегмента да то есть в самого высокого сегмента с выполнен из дорогого карбона самого дорогого практически карбона чтобы он был легкий с хорошим балансом с прекрасно бросал его на вываживание работу но он ловит не только на реке но еще там на водохранилище допустим то есть вот 110 грамм это на тестах видео есть где я бросаю три унция и вы увидите что бланк включается то есть он работает хорошо весь то есть поэтому я бы сказал что от фидер универсал настоящий ну где бы он не подходит только если там у вас кормушка 150 грамм там и выше и сильное течение дальний заброс тогда да он туда не подойдет ну либо стоячие водоемы где ближний заброс там какие-то красивые пруды там моя плотина и так далее но вот как у все остальное фактически он тоже закрывает как 390 90 просто здесь он повыше и чуть побыстрее построен вот нагружаем видите построен чуть побыстрее то есть коим комилевая часть она начинает вырабатываться уже от более больших весов то есть сейчас этот фидер тоже один из самых продаваемых вообще на рынке как говорится людей не обманешь они уже понимают что хорошо что плохо и по сарафанному радио советую друг другу он продается замечательно значит следующая моделька такого же класса это 390 до 150 грамм она имеет тот же строй прогрессивный ближе к средне-быстрому посмотрите как загружается бланк я достаточно сильно вверх тяну и вот на камеру эти вот такая хорошая парабола вот он грузится прекрасно этим весь у нас кинет и чуть больше вес даже вот но это больше уже реки то есть настоящий водоем это переизбыток ну и последняя моделька то у нас есть это 420 до 120 грамм это речник он имеет быстрый строй уже он рассчитан на реки то есть несмотря вот смотрите до 420 120 и до этого мы смотрели 390 110 у себя абсолютно разный хоть и тест и длина отличается до тест немножко совсем на 10 грамм отличается но тем не менее 420 120 это речник классический быстрого строя с большими проходными кольцами именно рассчитан на реки с сильным течением на дальний заброс до 100 метров к соответственно кормушек там 80 100 120 грамм давайте мы нагружаем видите и даже при жесткой нагрузке смотрите комель к в левой части на достаточно жестко держит упругой вот он специально рассчитан был разработан для течения вот поэтому течение в рамках теста он будет держать второе колено загибаться не будет вот и рыболовы в общем то на рынке давно не первый год и людям очень довольна никаких если отзывы почитать там где угодно вообще на всю серию фатон про никаких нареканий к этой серии нет пару слов о чехле чехол выполнен из материала похожего на велюр плотного который не впитывает или очень мало впитывает воду ну сама смотря какой дождь там или как быстро сохнет снабжен завязками сверху снизу липучкой сверху имеет отдельный кармашек подверг под тубу с вершинками и три секции либо две секции в зависимости от модели то есть чехол простой без как говорят наворотов всяких но при этом надежный недорогой что не увеличивает стоимость самого фидера но вот по он такой же был уже давно несколько лет выпускается даже предыдущие модельки они шли тоже таких чехлах и по отзывам людей они много лет его используют и проблем в общем то особо не знают каких-то местах там где он касается с другими удилищами в процессе перевозки там может со временем где-то там чуть-чуть истереться этот велюрчик но как бы в общем-то до дыр как никогда не доходил это это вопрос большого количества времени многие перевозят фидера в тубусах пластиковых поэтому можно по большому счету как его не использовать вообще этот чехол а просто убрать в тубус так можно и в чехле перевозить и чехол уже убрать в тубус ну как как вариант в общем на сегодня все скажу еще раз что мой магазин мультифиш заказывайте там вы гарантированно не ошибетесь в плане подделок получите достойную консультацию и что немаловажно участвуйте в акциях по бесплатным запасным частям не только к фидерам сабаниев но и большему количеству товаров удилищ которые продаются магазине кто не смотрел предыдущие ролики напомню что у нас была акция и уже не первый раз по бесплатной раздаче запасных частей даже вне условий гарантии то есть человек сам сломал что-то у нас был такая акция уже на блок холл на дайвы люди получали на спиннинги и на фидера необходимые колено вершинки то есть до двух запчастей в год каждый наш покупатель имеет право получить бесплатно любую запчасть от любого удилища в рамках проведения акции в общем всего вам хорошего доброго и до новых встреч а а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон